Ситуация уже не первый год. Это лебедь, рак и щука. ФСБ в одну сторону, Минобороны в другую. Внутри Минобороны тоже есть Генштаб и есть руководство Минобороны. Там тоже все абсолютно разношерстная публика, у которых противоположные интересы. Поэтому, да, у нас уже несколько источников за последние почти двое суток передали нам информацию, что неоднократно информация докладывалась, как минимум в Генштаб, о том, что происходит скопление различных подразделений ВСУ и, возможно, прорыв. Вот сейчас, буквально час назад, человек мне прислал информацию о том, что и по линии погранслужбы ФСБ проходила коммуникация, обсуждение с Министерством обороны и лично с Герасимовым о ситуации, которая может развиваться негативно. Но в ответ не паникуйте, без паникерства и так далее. Это все, и все это представлялось и объяснялось, как якобы психологическая операция с целью оттянуть какие-то боевые подразделения с линии фронта в Курскую область. И Герасимов принял решение не ослаблять фронт. И, собственно говоря, вот, наверное, это решение Валерия Герасимова, оно является роковым и для него, и уже для более чем 100 погибших российских военнослужащих и всех тех, кто погиб в этой Курской битве 2024 года. Мне достоверно известно, что у Валерия Герасимова были очень мощные контакты и буквально крыша ФСБ, которая его спасла и от отставки, и от задержания ареста. Но вот сейчас как раз все может произойти совсем по другому сценарию, по неожиданному для Герасимова. И наши, по крайней мере, источники сообщают о том, что в ближайшее время он может быть отправлен в отставку. И сейчас идет процессуальная проверка. Вполне возможно, что целый ряд должностных лиц именно главного управления Генштаба будут привлечены к уголовной ответственности в связи с тем, что происходит в последние дни в Курской области. Мы перед всем сегодня поговорим о ситуации на фронте, на наших территориях, на тимчасово окупованных территориях. И також ситуацию не только на нашей территории. Коротко я дам слово главкому Свердскому. Будь ласка. Паник президент Украины, руководитель командующего фронта Украины, продолжим проведение наступальной операции на территории Курской области. На данный час перед нашим контролем находятся близко тысячи квадратных километров территории Российской Федерации. Урбовник исквыкованных поставленных завдания боев идут практически по всему фронту. Ситуация находится при нашем контроле. Дякую, Александр Станиславович. Дякую, будь ласка, ведь всех нас, нашим войсковым, за стихость и смелость. Дякую. Первый пункт. Нет, я думаю по-другому. Но я скажу как. Я думаю, что связь, безусловно, есть. Связь между репрессиями против российских генералов. Журавель, кстати, Бусол пишет, это я точно не знаю. Связь между репрессиями против российских генералов, которые происходят на России, и вот этой операцией и ее успехом, безусловно, существует. Вот подумайте сами. Министра обороны России поменяли в мае. Шойгу поменяли на вот этого вот Белоусова. Он смог перенять командование? Думаю, что нет. Герасимов с кем коррупционно связан? С Белоусовым? Нет, он с Шойгу связан коррупционно. Поэтому Герасимов заносит по-прежнему Шойгу, я думаю. Половина замов сидит в тюрьме. Дальше. Остальные по всей вот этой вот вертикали сидят и говорят, ага, этот сидит в тюрьме, сейчас даст на меня показания. Вот чем сегодня заняты российские генералы, как вы думаете? Ну, серьезно. Почему они не выстроили линию обороны вдоль границы между Курской областью и Украиной? Да по одной причине. У них другие дела. Им надо спасать свои зады. Зады. Не сады, а зады спасать. А? У него есть, господи, у него есть брокерское место, место, на котором он сидит. Им надо спасать свои зады, потому что вот их со дня на день сдадут. Каждый из них сидит и понимает, что очередной генерал Тимур Иванов сейчас сдаст его. А у него украдены десятки миллионов долларов. Дома, то все, недвижка, переписывать ножом надо, на детей. Вот он занят этим. И тут ему приходит приказ. Там в Курске прорыв. Вооруженные силы Украины прорвались. Срочно перебрасывайте, значит, новые силы. Я буду перебрасывать? Здрасте. Я пока буду перебрасывать войска, значит, из-под Покровска туда, к этим самым, к Лелекам, или как они там называются, в Мартыновку. А вы будете арестовывать мое имущество на Мальдивах? Вы серьезно с дубу рухнули? У меня делов вот так без вашей войны хватает. Вы понимаете, что смена, я говорил тогда, что смена, вот так по ходу пьесы, что вот прав был Путин, что коней на переправе не меняют. Что когда он решил на переправе поменять коней, этот самый Путин, у нас 34 тысячи, сегодня есть шанс на 35. Пожалуйста, всем оставаться на своих местах. Когда Путин менял Шойгу на Белоусова, я сказал, это бомба. Это бомба замедленного действия, который Путин подложил под собственную армию. Потому что все генералы сегодня озабочены сохранением имущества. Они украли 110 миллиардов долларов. Это сведения Государственной Думы Российской Федерации. Украли 110 миллиардов долларов. Им надо их спасать, делить. И вот они сейчас будут воевать, что, вы и что, вы и кто, воевать, им вообще не до этого. Им вообще просто конкретно не до этого. Поэтому я думаю, что нам очень повезло. Нет, понятно, что эта данная операция, вот эта операция, по всем мнениям всех военных специалистов, готовилась ни месяц, ни два и ни три. То есть ее начали, скорее всего, готовить раньше, чем произошла смена одного командующего на другого. Я завтра вам, кстати, в выпуске «Шатерман за сегодня» прочитаю, сегодня не хочу на это тратить время, завтра зачту вам отрывки из западных газет. «Таймс» пишет о том, как Зеленский принимал это решение и так далее. Там много всего интересного, но это я решил, оно не такое горячее, не такое эмоциональное. Я решил отложить это на завтра, да? Я решил отложить это на завтра, вот эту историю. Сегодня же мы продолжим с тем, что еще происходит. Значит, итак, генералы не в отместку пропустили в Украину этих людей. Генералы просто очень заняты, им просто не до этого. Но когда такие дела на кухне, как говорил Жванецкий, то генералам точно не до войны. Вот прикиньте, да, хорошая фраза, генералам не до войны. Генералам не до войны сейчас. А вот дальше Моня Бенц, я обещал вас зачитать. Видно, что Курская операция готовилась давно. И тут хорошую вещь, пишет Моня Бенц. И актерская игра высшего военно-политического руководства в виде постоянного нытья достойна премии Станиславского «Верю». Благослови вас Бог. Моня Браво. Вот мне тоже показалось, что все наше военно-политическое руководство вело отвлекающую игру последние несколько месяцев. Ну, не только в том, что у нас там что-то не получается, нет. Но все, что рассказывали про то, что там на нас собираются напасть оттуда или отсюда. Все, что говорил Буданов. Все это были отходные, обводящие маневры. Все эти угрозы ударить по Крыму, помните? Буданов же говорил, мы через два месяца в Крыму. И россияне такие в Крым поскакали. Буданов сказал, что будет тут через месяц. Правильно? Все поскакали в Крым. И так мы их и сделали. И так мы их обошли. Я считаю, что военные хитрости здесь было не меньше, чем логистики, не меньше, чем материально-технической подготовки. Огромное количество. Огромное количество всего. Но военные хитрости мы превзошли всех. Мы превзошли всех. Это было блестяще. Тайно подготовленная операция. Никто не ожидал. Вот тут Моня Бенц, вы правы. Это отличная именно операция по дезинформации, как проведена блестяще. Вы оценили вообще, да? Это отличная операция по дезинформации, как проведена блестяще. Это отличная операция по дезинформации. Это отличная операция по дезинформации. Это отличная операция по дезинформации, как проведена блестяще.